МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В августе 2013 года мир облетела новость. В Киргизии школьник умер от бубонной чумы. И это далеко не единственный случай возвращения древних болезней. Чума, сибирская язва, оспа, холера издавна страшили людей. Но неужели за столько веков человечество не нашло верного средства от этих вирусов? Или эпидемии в 21 веке кому-то выгодны? Вы посмотрите, он даже на больного не похож. А все говорят, что он болел. Это последнее фото. Ему здесь 15 лет. Родители киргизского школьника Тимирбека Исакунова до сих пор не могут поверить, что их сына нет в живых. Ведь начиналось все, как обычная простуда. В последние дни школьных каникул Тимирбек приехал к отцу на пастыще. После нескольких дней, проведенных в степи, мальчик внезапно за нему. Он пришел, и у него была температура. Я подумала, что у него грипп. И дала ему антигриппин и парацетамол. Спустя три недели Тимирбека отправили в районную больницу. Информация от медиков была скудной. Сначала сообщили об операции, а еще через несколько дней – о смерти школьника. Мальчик умер. Мы даже не поняли, как все случилось. Сразу же ничего не было известно. Главное, что не укладывается в голове у родственников – причина смерти, озвученная медиками. Бубонная чума. Болезнь из Средневековья. Он уже синий весь был, от лица и вниз. Жена соседа притрагивалась к нему. Выходит, что она тоже от чумы может умереть. Это главная тема, которая волнует сейчас не только родственников погибшего Тимирбека. Переживания, конечно, были. У меня тут дети, мальчишка и две девочки. Мысли всякие плохие стали приходить в голову. Стресс стал испытывать. Давление поднялось. Родных Тимирбека и Сакунова теперь сторонятся в районе. Друзья больше не ходят в гости. Знакомые здороваются издалека. У нас уже такой стресс, что нам тяжело на людей смотреть. К нам некоторые товарищи даже руку подают, здороваются от нас уже, брызгаются, убегают. Разве так можно? В районе давно закончились карантинные мероприятия. А люди в противочумных костюмах уничтожили в окрестностях практически всех грызунов. Ведь по официальной версии, Тимирбек заразился чумой, съев шашлык из сурка. Паника, заразние чумы. Сразу после инцидента власти соседних стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Киргизию. В сентябре пассажиров авиарейса «Бишкек-Екатеринбург» несколько часов не выпускали самолета. Причина – у одного из прилетевших поднялась температура. Но насколько оправданы эти меры? Существует ли опасность распространения эпидемии в наших краях? Сентябрь 2013 года. В той же Киргизии – вспышка сибирской язвы. 16 человек в больнице, у двоих диагноз подтверждён. Июль 2013-го. Почти 2000 случаев заболевания холерой в Афганистане и в Иране. Есть летальные исходы. А это уже чума. Правда, люди от неё не пострадали. Летом и осенью 2013 года целая волна эпидемии африканской чумы свиней накрыла Россию и Белоруссию. Мы привыкли считать, что страшные хроники эпидемии остались разве что на страницах романов. Так почему же в век высоких технологий древние болезни возвращаются, а страх перед ними не ослабевает? Чума – это вот просто символ какой-то катастрофы, которая идёт изнутри человеческой природы, с которой обязательно надо бороться, иначе она выкосит всё. Один из главных героев фантастического романа Алексея Иванова «Комьюнити» – средневековый демон чумы. Он поселяется в интернет-сообществе и начинает пожирать его участников. Вообще у чумы огромное количество есть разновидностей. Есть, например, алюминиевая чума, есть там свиная чума, есть, разумеется, человеческая чума, есть автомобильная чума, есть резиновая чума. В древности чуму воспринимали примерно так же. Именно ей зачастую приписывали симптомы других, менее известных эпидемий. По данным современных учёных, так называемая чума Фукидида, в пятом веке до н.э. погубившая треть населения Афин, на самом деле была тифом. Чума Антонина в Древнем Риме, её жертвами стали 5 миллионов человек, в действительности являлась оспой. В истории человечества нет другой болезни, которая приводила бы к столь колоссальным опустошениям и смертности, как чума. В Ветхом Завете она появляется, это казни египетские, то есть упоминание о том, что египтян всё будет покрыто нарывами. Известно несколько глобальных эпидемий чумы. Самая страшная из них, так называемая чёрная смерть, в 14 веке выкосила половину Европы. Погибло от 40 до 100 миллионов человек. Сейчас трудно, трудно сказать точно, сколько это было народу, но уж миллионов 60 точно погибло. Мало кому известно, чёрная смерть на самом деле была вызвана применением своего рода бактериологического оружия и распространилась территорией современного Крыма. В 1346 году город Кафу, нынешнюю Феодосию, осаждали монголо-татары. В 1347 году, во время осады татарами Кафа, нынешняя Феодосия, генуэзцы, которые владели крепостью, очень долго защищались. И тогда вымотанные татары, у них вот началась эпидемия, и они стали забрасывать трупы погибших от чумы в крепость. А дальше генуэзцы, которые, видя это, решили, что лучше держаться подальше, они сели на свои корабли и пошли в Европу. И привезли туда чуму. Столь же впечатляющих примеров использования бактериологического оружия история так и не узнала. С 1972 года существует конвенция о его запрете. Документ подписали 163 государства. Но насколько честно выполняются условия конвенции? Надежного механизма проверок до сих пор не выработано. Март 1979 года. В Чкаловском районе Свердловска вспышка странного заболевания. Количество вызовов участковых врачей возрастает в пять раз. Люди жалуются на головную боль, озноб и сильный сухой кашель. В первых числах апреля легочные больные начинают умирать. И лишь 10 апреля на закрытом совещании звучит страшный диагноз – сибирская язва. У людей слово сибирская язва в смерти не написано было. Всё, что угодно писали, кроме сибирской язвы. Не в мании им писали. Официальная цифра 64 погибших, по моим подсчётам, несколько сот погибших. Химик Лев Фёдоров расследует загадку Свердловской трагедии с начала 90-х годов. Официальная версия – эпидемия была вызвана мясом заражённого скота. На самом деле в Свердловске работала военная лаборатория номер 19, входившая в строго засекреченную систему биопрепарат. Весной 1979 года учёные готовились к испытанию новой бактерии. Всё это боевое хозяйство просто вышло на улицу и по ветру пошло, по направлению ветра. На воле оказался боевой вирус сибирской язвы. Он поражал мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Его действие вызывало смерть в 100% случаев. Сибирская язва в 1979 году в Свердловске, она поразила мужиков молодых. Дети ни одного, женщин ничтожное количество, а всё молодые мужики. Так что том, что она была направлена на мужиков призывного возраста, подозрение такое было, и оно не исчезло. Это да. Лев Фёдоров полагает, это не единственный в истории Советского Союза случай, когда джинна выпустили из бутылки. В 1971 году на воле оказался вирус оспы. Это случилось на острове Возрождение в Аральском море, где располагалась ещё одна секретная биохимическая лаборатория. Там проводились испытания, очень серьёзные испытания, средств защиты от биологического оружия. Испытания там проводились на животных. Ветер унёс, и как раз он унёс на берег, на городок. Тут же этот генерал доложил Москву, КГБ распорядилось поезда не останавливать. Там же поезда должны были ехать, останавливаться. Люди входят, выходят. Вот, значит, поезда мимо. И тем не менее, по данным Льва Фёдорова, 10 человек заразились, трое умерли. Официальных данных об оспе на Аральском море не существует. Как и о сибирской язве в Свердловске. Сейчас лаборатории Свердловска и острова Возрождения закрыты. Но что произошло с вирусами, разработанными там? Надёжно ли они изолированы? Вот эти отходы перевозили на один из островов. Устроили там свалку, и все эти отходы туда собирали. Собирали, и как они себе представляют, дезинфицировали. То есть, хлопкой там какой-нибудь заливали, и всё такое прочее. Ну и думали, что всё в порядке. Невозможно выстроить систему защиты от дурака. Пошёл 14-летний парень, поймал суслика, съел. Чума. Неголодные совершенно наши дети пошли, разрыли ради интереса могильник с коровами. Здравствуйте, чума. В древности эпидемии появлялись во времена войн, смут, исторических потрясений. Сейчас, полагают эксперты, если возникла эпидемия, ищи, кому это может быть выгодно. Журналист Денис Сухинин нашёл, кому выгодно, африканская чума свиней. Видны очевидные признаки коррупционного сговора, потому что во многих регионах имеются крупные агропромышленные холдинги, которые прямо или косвенно аффилированы с высшими должностными лицами региона. Как только регистрируют очередной случай, вырезается всё поголовье свиней в радиусе 20 километров. Я хочу обратить внимание, подчеркнуть, что вырезали свиней не больных, а здоровых. То есть и свиней, которые никогда не были в контакте с больными свиньями. Мелкие производители разоряются, крупные получают прибыль. Обычная конкурентная борьба. Но кому нужны эпидемии с большим количеством человеческих жертв? В основном это у нас деятели из Великой Британии и Соединённых Штатов, где они говорят «да». То есть все утверждают, начиная от родственников королевы и заканчивая советниками президентов США и Хиллари Квинтон, о том, что население должно быть сокращено. Они разные цифры называют. От 3 миллиардов до 500 миллионов должно на Земле остаться. Пока наблюдается обратная тенденция. Население земного шара растёт. Так же, как и концентрация населения. Риск распространения любой инфекции в тех местах, где концентрация населения высока, он резко повышается. То есть увеличилась у вас вдвое концентрация населения, увеличился в 4 раза риск возникновения эпидемии. Самая сложная ситуация в крупных городах. Если в метро чихнёт один человек, гриппом заболеют полвагона. Угроза пандемии в связи с огромной концентрацией населения существует. И если не предпринимать никаких мер, то, конечно, человечество может вымереть от такой пандемии. Достаточно вспомнить об эпидемии испанки в 18-20-23 годах. Но может ли чума охватить современный мегаполис? Последний случай в Киргизии показал – от больного мальчика не заразились даже ближайшие родственники. То, что этот мальчик попал в центр событий, означает, что они существуют. Но не более того. Потому что если бы это была бактерия мощная, боевая, ну, как иногда, вот в Средневековье, вот она возникла, как боевая бактерия, то одним бы мальчиком дело не ограничилось. Со времён появления чёрной смерти медицина шагнула далеко вперёд. Эпидемия чумы человечеству не грозит. Но можно ли сказать то же самое о других болезнях? Особенно о тех, что ещё в пробирках. И кто знает, что произойдёт, если новые лабораторные вирусы окажутся на свободе.